Всем привет дорогие зрители, я снимаю это видео можно сказать так на ходу, я не писал никакого сценария, поэтому если буду чуть медленнее говорить или думать, то знайте что это потому что я можно сказать как в прямом эфире рассказываю и формирую свои мысли на ходу. На моем канале продолжается серия видео о применении мобильных приложений для малого бизнеса, сегодня я вам хотел рассказать об одном очень можно сказать таком примитивном бизнесе, посмотрев на который можно сразу не понять где этот бизнес и где IT технологии, где мобильные приложения, но не все так прямолинейно. Скажем так я начал заказывать питьевую воду совсем недавно, обычно я, у меня рядом с домом есть магазин магнит и обычно там приходишь и покупаешь 5 литрушку и ее хватало там на пару дней даже на день, да я ранее до этого заказывал питьевую воду, но я ее не пью с крана, если вы пьете то укажите в комментариях почему вы не заказываете воду, это очень странно в наше время. Так вот, я обычно таскал эту воду на себе, ну в октябре из магазина, да, но в октябре случилась неприятность со спиной у меня и поэтому я был вынужден начать снова заказывать воду с доставкой, да, ранее я так же заказывал, но потом перестал заказывать, потому что, вот знаете, вот эта вечная вот эта суета с тем, что нужно дать сдачу, нужно дать день денег под точности, без сдачи никогда нет, вот эта суета с деньгами меня всегда напрягала. Ну тут было делать нечего, я заказал воду, ну заказал один раз воду, потому что не мог с магазина таскать больше тяжелое, заказал один раз воду, второй раз заказал воду, а потом как-то какие-то трудности были с заказами, мне оператор предложил скачать мобильное приложение для заказа. Я так удивился, ну думаю, ладно, посмотрим. Скачал мобильное приложение, сразу скажу, что оно было у них не очень. Я сразу как разработчик видел, что оно вообще как-то с кривым дизайном, но тем не менее, я зарегистрировался, привязал карту. И вам сейчас расскажу об очень крутом функционале. Итак, вы видите это мобильное приложение сейчас у себя на экранах. Итак, мы заходим, мы заходим в мобильное приложение, в менюшка, история. Вот, загружаю историю, выбираю я последнюю дату доставки, повторить. И здесь все, что мне нужно сделать, это выбрать время. Я выбираю время, 20 марта, с 9 до 16 утра, окей. Выставим галочку, я соглашаюсь с пользовательским соглашением. Делаю тап на кнопке заказать. Как вы видите, стоимость воды будет 150 рублей. И начинается процесс оформления заказа. Да, я сразу скажу, что у меня здесь привязана карточка с Яндекс.Денег. В общем-то, и все. Я заказал никаких, больше не надо никаких, никакой суеты с деньгами. Не нужно заранее заботиться, чтобы денег было ровно под расчет. Не нужно вот этой возни с магазина таскать на себе воду. Много плохих отзывов об этой компании, о том, что они задерживают доставку. Действительно, пару раз такое было. Но я бы уже ранее тоже думал о смене доставщика воды, о смене компании. Но у меня в тот момент сдерживало вот это удобство с мобильным приложением. Потому что у них было приложение, у тех, на кого можно было сменить доставку воды, то есть заключить с другими договор. У них не было этого приложения. И нужно опять было возиться с деньгами. А вот именно наличие этого мобильного приложения сделало факт работы с этим оператором, конкретно с этой компанией, более выгодным. И вот вам пример обычного мобильного приложения, обычного, самого обычного бизнеса, который как бы не связан, который по умолчанию, ну да, есть мобильное приложение, прикольно. Но не так, чтобы оно прям влияло. Но вот это наличие мобильного приложения сервисного. То есть на данном примере вы можете посмотреть, как сервисное мобильное приложение помогает удерживать клиента. Раз, рассказать другим людям по сарафанному радио, что у этой компании есть такое-то мобильное приложение, и удобно заказывать. И во-первых, это удобство. Там несколько раз кнопок, тапнул по кнопкам, и все, и все заказано. Это очень просто. И вот вам личный пример того, как это все может работать для такого примитивного бизнеса. Через неделю мы поговорим с вами о том, какие бывают мобильные приложения. А еще на этой неделе будет видео, в котором я расскажу о планах на этом канале. Я тут не задавно занялся новой сферой. Вам расскажу. Очень интересная сфера, а также связана с программированием. И расскажу, почему не выходят обучающие видео по Android-разработке на моем канале, и будут ли они выходить в дальнейшем. А на сегодня у меня все. Всем пока.